ребят всем привет сегодня мы с вами говорим про симптомы заболеваний почек у меня сегодня день почек да консультирую всех почечников вы на канале с холистическим психологом а значит здесь про натуропатию и психосоматику две важные темы которые объединились и сегодня с вами говорим про стадии действительно они совершенно разные они могут быть проявляться по разным разным таким моментом и могу сказать что во многих случаях у людей у которых есть проблемы с почками у них есть нежелание кушать белок у них постоянно снижается концентрация у них бывает вообще нет аппетита очень долго у них бывает опухает лицо вот я бывает выхожу в эфир и вы знаете мне такой вот и это значит что опять была какая-то история с натрием с калием но я даже знаю какая особенно когда я к вам прихожу в эфиры после бассейна или после ночи консультации ну ладно в общем говорим про болезни почек они бывают совершенно разные сегодня была женщина с тошнотой рвота и потеря аппетита и зудом это вот одни из причин почек проблемных бывает такое что нет концентрации ну вот сижу я ничего не понимаю мне там два не полтора и соответственно бывает так что почки фильтруют грязную кровь и самый такой простой момент это посмотреть креатинин в крови другой это белок в моче и высокий амк если вот эти все показатели ну так плохенько работают а соответственно проблемы с почек и одна из основных причин проблем с почками это и диабет и преддиабет потому что годы употребления пустых углеводов вредной еды приводят к разрушению под почек но есть еще и другой момент психологический мои видео все про органы да и все про стресс ну почему ну потому что давайте разберем пример вот этой утренней консультации развод два ребенка и соответственно любимая работа но не пойми когда и заниматься потому что потому что дети потому что потому что и соответственно независимо от стадии заболевания очень важно разрешить психологический момент потому что если психологический момент не разрешён ну как быть тяжело дальше дальше я могу сказать что во многих случаях при проблемах с почками очень важно подключать натуральные средства и это например острогал очень крутое средство которое работает с почками плюс травяные различные комплексы работают но я считаю что самое лучшее это периодическое голодание и саплементация все это лучшее что вы можете сделать для своих почек и признаков очень много но когда вы в стрессе работают по-другому гормоны по-другому все идет и соответственно можете испытывать не очень интересные для себя состояние так это я вам сказала пишите потому что бывает несколько стадий заболевания через которые могут сначала пройти легко но когда болезнь доходит до 4 или 5 стадии то нужно избегать определенных вещей в рационе очень многих например ну например даже калия фосфора и но множество других потому что это влияет на почки вот так пишите комментарии